С 1 апреля в Казахстане по-новому рассчитывают адресную социальную помощь. Теперь на АСП могут претендовать больше нуждающихся и многодетных семей. И сегодня в проекте инструкции разберем, как и куда подать заявление на получение обновленной адресной социальной помощи, а также какие для этого нужны документы. Приготовьте блокноты и ручки, записываем. В Нос-Султане обратиться с заявлением на получение АСП можно в один из районах Акиматов или в Центр занятости населения. В других городах Казахстана заявления также принимают в Центрах занятости населения и ЦОНах. В сельских районах можно прийти в Акимат села или округа. От гражданина требуется только удостоверение личности для персональной идентификации. Остальные данные сотрудники Центра занятости подтягивают с информационной системой ЕХАЛЫ. Если отсутствуют сведения, то сотрудники Центра имеют право отправить запрос в соответствующий госорган или организация. В случае формирования запроса в государственные органы или организацию, срок продлевания пакета документов продлевается до 30 календарных дней. Но граждане имеют право дополнительно самим предоставить информацию на бумажный носитель по собственной инициативе. Если на подачу документов понадобилось больше времени, а обратились вы в апреле, этот месяц не будет упущен и за него в итоге начислят деньги. Кто же все-таки может рассчитывать на получение АСП? Важно, чтобы на каждого члена семьи доход составлял менее 70% от прожиточного минимума. Практически по всему Казахстану это 20 789 тенге. В Алматы 21 172 тенге. В Мангостаусской области 23 473 тенге. Ну а в Нур-Султане 21 572 тенге. Приведем пример по столичному показателю. Если в семье проживает мать и четверо детей, а их общий доход равен 50 000 тенге, то на каждого члена семьи в среднем получается по 10 000 тенге. Эта семья может претендовать на получение АСП. В итоге на каждого ребенка будет выплачиваться по 21 572 тенге, а на маму 11 572 тенге. Это разница между новым критерием АСП и средним доходом семьи на одного человека. В итоге от государства семья ежемесячно будет получать по 97 860 тенге. Суммируем с их доходом, получается 147 860 тенге. На практике все просто. Если раньше на подачу заявления требовалось немалое количество документов, то сейчас необходимо лишь удостоверение личности. Однако все же бывают случаи, когда в базе данных есть не вся информация. В большой очереди знакомимся с Татьяной, мамой двоих детей. Она претендует на получение АСП впервые. Детей Татьяна воспитывает сама, жилье снимает. Из доходов только алименты и пособия на ребенка. Заявление Татьяны пока не приняли. Женщина зарегистрирована как индивидуальный предприниматель, однако бизнесом она уже не занимается. Тем не менее, документ об отсутствии доходов от предпринимательской деятельности все же необходим. Его она либо предоставит сама, либо дождется, когда бизнес окончательно будет закрыт и с нее снимут статус индивидуального предпринимателя. После того, как заявление приняли, остается последний шаг. В течение нескольких дней домой приезжает специальная комиссия, которая проверяет достоверность указанных сведений. С одной из таких комиссий мы приехали к семье, которая претендует на получение АСП. Ну, давайте посмотрим, как это происходит. Здравствуйте. Здравствуйте. Что за семья, которая наслаждается? Сейчас мы будем составлять акт. Здесь проживает мама, у нее двое детей. Давайте пройдемте и посмотрим. Это такой дом на несколько семей, как я понимаю. Многоквартирный жилой дом, как оказалось. Меня зовут Абдрахман Долинбаев. Я с Акиматор района 40К, города Нур-Султан. Вот со мной рабочая комиссия. Сейчас мы будем составлять акт обследовании, то есть, как вы живете, фамилии, имя, отчество. Пока работает комиссия, поясним, что данная семья состоит из трех человек. Это мама и двое маленьких детей. Она получает ЭСП по старой схеме. То есть, на руки у нее, в общем, выходит 30 тысяч тенге. Половину из этих денег она дает за эту комнату. Ну, сами видите, у нее это небольшая комната. Здесь они готовят, спят. Я думаю, эти условия не совсем подходят для жизни с двумя маленькими детьми. Поэтому новая обновленная ЭСП поможет ей снять более комфортабельное жилье. Сейчас наша задача, то есть, мы акт составили. Сейчас поедем в Акимат. Будем заседать совещание с участием всех членов комиссии. И там я совместно с комиссией будем обсуждать, как она живет, какие у нее проблемы есть. То есть, все то, что мы записали. И все, член комиссии принимает решение положительно, либо отрицательно. Дальше наша задача по этому акту передать им в центр занятости. Все. А это уже последнее решение. Будет только за управлением соцзащиты. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok